Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции пример использования экспертных систем в экономике, электронике, медицине и в обучении. По плану мы рассмотрим следующий вопрос. Метод нейробиологии, биологический нейрон, биологическая изменчивость и обучение нейронных сетей, формирование нейронов, обучение нейронов, детектирование, границы черной бензии, и черно-белые. В этом файде показана литература по данной теме. Хайкин нейронные сети, Галушкин нейронные сети, основная теория Тарфов, нейросетевые модели и так далее. В этом файде вы можете ознакомиться. Нейронные сети, основанные на попытке воссоздать примитивную модель нейронных систем в биологических организмах. У живых существ нейрон это электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью электрических и химических сигналов через синаптические связи. Нейроны имеют сложное строение и узкую специализацию. Соединяясь друг с другом для передачи сигналов с помощью 17-х, нейроны создают биологические нейронные сети. В головном мозге человек насчитывается в среднем около 65 миллиардов нейронов и 100 триллионов в 17-х. По сути, это и есть базовый механизм обучение и мозговой деятельности всех живых существ, то есть их интеллекта. Именно способность биологических нервных систем обучаться и справлять свои ошибки легла в основу исследования в области искусственного интеллекта. Их исходная задача была попытка искусственно поиспровести низкую уровню структуру мозга, то есть создать компьютерные искусственный мозг. В результате была приложена концепция искусственного нейрона математической функции, которая преобразует несколько входных фактов. В один выходной назначает для них веса влияния. Каждый искусственный нейрон может взять взвешенную сумму входных сигналов в случае, если суммарный вход будет превышать определенный пароловый уровень, передать двоечный сигнал дальше. Искусственные нейроны объединяют в сети и соединяя выход одних нейронов с входами в другие. Соединенные и взаимодействия еще между собой искусственные нейроны создают искусственную нейронную сеть, определенную математическую модель, которая может быть реализована на программах и аппаратах обеспечения. Но я совсем упрощена, нейронная сеть это просто программа, черный ящик, который получает на вход данные и вот этот предатель. Будучи построенной из очень большого числа простых элементов, нейронная сеть способна решать совершенно сложные задачи. Математическая модель единичного нейрона персептона была впервые предложена в 1943 году американскими нейрофизиологами и математиками Уорреном Маккаламом и Уолтером Питцем. Они же предложили и определение искусственной нейронной сети. Физическая модель при помощи компьютера была смоделирована в 1957 году Фрэнтом Розенблантом. Можно сказать, что нейросети это одна из самых старейших идей практической реализации искусственного типа. В настоящее время существует множество моделей реализации нейронных сетей. Есть классические однослойные нейронные сети, они применяются для решения простых задач. Однослойная нейронная сеть идентична в математическом смысле обычному повинному весовой функции традиционного применения в экспертных моделях число переменных повинному равно числу входа в сети, а коэффициенты перед переменами равны весовым коэффициентом синапсам. Есть математические модели, в которых вход одной нейронной сети направляется на вход другой. Создаются каскады связи так называемой многослойной нейронной сети и один из наиболее мощных ее вариантов сверточной нейронной сети. Многослойные нейронные сети обладают большими усилительными возможностями, но и требуют огромных усилительных ресурсов. С учетом размещения информационных систем в облачной инфраструктуре многослойные нейронные сети стали доступными большому числу пользователей и в настоящее время они стали фундаментом современных искусственных интеллектов и решений. В 1916 году компания Digital Tresonic из США, занимающаяся пагнитивными технологиями, создала облачевую нейронную сеть, состоясь из 160 миллиардов цифровых нейронов. Это значительно мощные нейросети, имеющие в распоряжении компании Google и Национальная лаборатория США Ливермори. Другой интересной разновидностью нейронных сетей является нейронные сети с обратной связи. Годовой со слоя сети подается обратно на один выход. У таких платформ есть эффект памяти и они способны отслеживать динамику изменений входных факторов. Например, лука. Человек начинает улыбаться с незаметной движения мимических мышц глаз и лица прежде, чем показать свои эмоции. Нейронный сетей с обратной связью позволяет обнаружить такое движение еще на ранних фазах. Что бывает полезно для прогнозирования проведения живого объекта во время непосредственно анализа серии изображений и конструирования последовательного потока речи на естественном языке. Принцип построения нейронных систем стандартный способ решения любой задачи с применением компьютера заключается в том, что задача используется исследователь, составляется алгоритм, который реализуется на языке программирования в виде программы. После отладки программ готовых эксплуатации, пусть нам поручен создать робот, играющий в баскетбол, а именно та его часть, которая отвечает за бросание мяча в корзину. Первое, с чего нужно начать, это составить дифференциальное уравнение для полета мяча с разных позиций, внести поправки на сопротивление воздуха, параллельность датчиков по отношению к исполнительным устройствам и так далее. После этого можно поступать в программирование. В то же время вряд ли кто-нибудь предположит, что шакль он не знает хотя бы элементарно математик, не говоря о вершине. Человеческий мозг, очевидно, решает эту задачу принципиально другими способами. Все знают какой это способ многократного повторения. Нейронная сеть представляет собой собаку нейрон посылительных элементов, каждый из которых имеют несколько входов синапсов и один фотоаксон. Интеллект одиночный нейрон невысок. Можно считать, что он реализует в сети простую регрессионную модель для независимых переменных. Если же объединить множество нейронов сетевые структуры, реализуемые функции могут быть сколько угодно сложные. Искусственные нейроны сети вычислить структуры, которые моделируют процессы человеческого мозга, способность к обучению искусственных историй. В 1904 году Энсенар Роман Роман и Хакль «Открытие нейронов нейронов влюбл». В 1943 году модель искусственных нейронов основных принципов строения искусственных нейронов сетей. В 1949 году идея соединения и взаимодействия нейронов мозга правил обучения ИНС. В 1951 году создана нейронная сеть сценарий с Лабиринт в 1957 году решение 13 проблем Гильдерта любую неперерывную функцию многих перемен может превысать позицию неперерывную функцию одной переменной сложения. В 1962 году попытки предсказания погоды анализа гектрокардиограмм опознавания рукописных в 1969 году критическая работа персепирона возможности персепирон ограничивать. В 1970 году многочисленные сети различной архитектуры успешные решения задачи ставшихся разрешимыми есть в 1980 году это нейроническая сеть 1968 год метод обратного распространения ошибки в середине восьмидесятых нейросетевой бомб новая модель нейронных сетей в 1987 год вариант 13 проблем Гильдерта в 1990 году развить новых решением с помощью НС классификации образов в том числе определить принадлежность подобного образа одному из заранее заданных классов распознавание речи изображения медицинской диагностикой пластеризации развести физические образы сжатия данных увеличения знаний аппроксимация функций найти оценку неизвестных функций FX по обучающей выборке X1 до XN Y 1 до YN инженер и научный моделированный прогноз найти неизвестный Y по известному Y от T1 и TN принятие решения в науке техники и бизнесе задачи решаем с помощью НС оптимизации Найти решение X удовлетворяющей системы ограничений и максимизирующей целевую функцию принятие решения в науке техники бизнеса ассоциативная память организовать память доступом к частичному или искаженному содержанию информационно-вычислительной системы управления рассчитать управляющие воздействия и на динамическую систему УТ и ГРИПТ чтобы выход урс обходался к луну значит это биологические нейроны значит первое это у нас ядро далее второе это тело далее нервные волокна 3 это динамбриты 4 это сумки синаптические окончания это 5 это нервные математические модели искусственные нейроны S равны сумме W X Y F S X Y 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 и наезд, набор искусственных нейронов, соединенных между собой. Функция активации фиксирования, весы и смещения могут изменяться в одни и выходные нейроны. Построение нейронов, выбор архитектуры, уступология, функция активации, входы и выходы, для каждой задачи своя архитектура. Обучение с учителями, без учителя, настройка весов и смещений, для каждой архитектуры своя архитектура. Наиболее изученные это перцептрон, сеть Клахонена, обобщенная регистрационная сеть, другое. Классификация НС по топоволит, полносвязанная, слабосвязанная, многослойная. Классификация НС по наличию зодиастатической сети, динамической сети. Классификация НС по наличию обратной связи, сеть с прямым распространением сигнала, реквизитная сеть. Классификация НС по функциям активации однородной, неоднородной, по типу входного сигнала, бинарной, целой, действительной. Увеличение числа слоев и числа нейронных сетей повышает возможность сетей, замедляет обучение. Введение обратных связей повышает возможность сетей, но возникает вопрос об устойчивости. Обучение НС, нейронная сеть, адаптивная система, способность сети обрабатывать информацию, развивается в результате обучения напрямую. Нейронная сеть, учебная ящика, знания накапливаются в виде висебных коэффициентов и не подойдутся к содержательной интерпретации. Спасибо за внимание. Сегодня мы изучили тему нейронной сети, классификации нейронных сетей, задачи решаемых при помощи нейронных сетей.